всем привет вы на канале антон м всем привет на канале антон м просили снять видео по моей технике откуда чего взялось начал я совет купил 15 мамок котных декабре 25 декабря привез и в тринадцатом году и начал взял я чистую породу романовскую немешанную ничего то есть именно так как и хотел на следующий год 14 году я на свои средства купил вот этот трактор для 25 это мой первый трактор которая купил купила его за 60 по моему 5000 вместе с одноосной телегой и первый год наверное 2 я косил сразу купил сегментную косилку на него и вот эти грабли и мы первый год косили им и вручную с пацанами с детского дома не помогали возили это сено и забили целый сеновал то есть в принципе на моё хозяйство вот этим трактором там 50 80 овец заготовить но буквально неделя-полторы ладно не столь важно не об этом видео этот трактор мне обошелся дешево за свои средства я его купил без всяких грантов всяких подарков без всего следующий мой трактор следующему трактор это был нтз 80 вот этот вот то есть купил я его за 80 тысяч и тысячу мне сбросили его завели показали сказали двигатель с переборки но потом купил я в западной двине перевозку отдал 10 тыс 90 тыс он не обошел потом я сильно пожалел что я его взял так как всю зиму я провозился с ним этот трактор просто оторвать руки кто его собирал но видать его он был как запчасти уже то есть у них был 2 мтз 82 по моему они все что можно было снимали с него на нем ну практически не было ничего кроме комплектации колеса мост коробка двигатель двигатель у меня весной уже сразу затраил погнал газа я его передел перебирал головку перетачивали прокладку переделывали в общем много-много купив его за 79 тысяч я его сюда еще ввалил столько же то есть в районе 170 он не обошелся перебрали но двигатель потом перебрали а так мост и мост и коробку перебирал всю зиму и очень это дорого обошлось дальнейшем конечно поменял сам резин до купил я занимал у матери деньги но почему занимал матери деньги потому что этот мтз 80 я брал специально для дела для такого дела я брал у матери деньги на покупку его на свои я купил он он купил 50 тысяч был уж не в торжке потом вот зиму я сделал сезон нет по моему в этот же сезон в этой же зимой я купил пресс опять на новый год или под новый год привезли с вологодской области устюжный по-моему взял я пресс for schritt 454 и он идет мамонька ко мне здороваться до белка слеповатая купила for shit 454 именно по тюки под тюки чтобы как бы легче было для себя готовить сено легче укладывать сеновал больше сена входило и вот этот трактор брался именно под for shit for shit я купил на свои кун я купил на свои вот на трактор мне давала как бы мать деньги так что вот это мой второй трактор следующий следующий мой трактор это вот этот вот называемого киповальщик 80 я по кунов скому трактору трактором tz 80 куном маленько не точно сказал я брал его под прс 145 потому что на тот момент я с родственником косил сено и получилось так что нам предложили там вернее я просто так предложил цену за порывки на моего продали риф у нас уже был на тот момент когда у меня был только т25 после того я купил за 8 чтобы он таскал поры и вот у нас то есть первый сезон был прф мы с ним мучились долго ремонтировали его колхозной открутились сезон да это 14 год а в пятнадцатом я взял уже форш ритм все брал но говорил что вот этот трактор киповальщик вот так называем я его брал за ржевом километров 30-40 в сторону то есть я не помню как там деревня называется я убрал за 100000 то есть это я не знаю эту историю чем был то ли внук дедовский продал то ли племянник в общем просили за него 100000 100000 и я предложил 90 приехал посмотрел и согласились я на следующий день приехал забрал ну естественно я убрал не в таком виде но он был в хорошем состоянии то есть он ходил без проблем только через два года я перебрал двигатель ну это уже для себя то есть по своей халатности и когда как бы были деньги я говорю ладно давайте все переберем и его перебрали резину мы на нем поменяли но стартер фильтра все это видно делали все но он хороший хороший мне очень нравится вот это вот хорошее моё приобретение опять же убрал со своих денег не помню с каких по моему я продал овец овец до продал на и почему я завязался с овцами я ездил по работе за границу и там увидел то есть то что практически в каждой деревне коровы и овцы то есть хозяйство процветает мне стало очень обидно за нашу страну за мой край скорее так можно сказать и я решил завести чистую породу русскую романовскую вот так все и началось и уже под овец это все делалось бралось ладно ближе к теме это значит мой третий трактор который я покупал покупал его говорю продал ловец то есть хозяйство какое-то сено что-то купили мы без проблем то есть как бы деньги тогда были я его забрал привез то есть вот вот он не обошелся 100 тысяч уже здесь он правда без документов но я собираюсь все делать документы на него как бы проблем нету проблемы только со временем до когда купили этот трактор у нас уже было на т25 я купил в зиму этот косилку косилку польскую метр шестьдесят пять из второй сезон уже ей косил очень понравилось то есть офигенно ну и последний наш трактор может и не последняя на сегодняшний день который я купил это тутаевский почему тутаевский потому что мы покупали в ярославской области в тутаеве родина романовской овцы увидела случайно в интернете показалось что двигатель от косилки стоит но сказали что не двигатель не от него двигатель не перебирали вот у нас уже два второй год наверно по видео там можно посмотреть когда мы привозили есть видео брал я его опять же за 100000 что-то вместе с перевозкой он не обошелся 130 тысяч на нем сейчас резину ничего не меняли и он оказался самый комплектный самый комплектный в том плане что он наименьшими вмешательства на нем производились то есть вмешательство в проводку там какие-то трубки выкидывали то есть он практически комплектный оказался то есть по комплектации с завода без всякого колхозинка и добавок и всего вот дворник правда покупали а так вот он оптимальный такой вариант был он еще резин такая еще не поменяли потому что опять же проблемы со средствами 130 тысяч он не обошелся вместе с перевозкой сюда видео на канале есть смотрите он этот с документами документы на колхоз то есть это висяк весь колхоз уже уже нет этого колхоза ладно все это вот вся моя техника ну прицепное как-нибудь отдельно сниму расскажу так что как то вот ну и в конце видео принципе что можно сказать никаких грант я не брал кредиты ну да влазил было дело было по работе влазил и так то есть что-то занимал что-то брал пока гранты играть с государством нет никакого желание он косим брошенные поля пока достаточно будет что-то как-то посерьезнее будем уже думать так что вот так да что еще добавить овцы по мне не выгодно потому что овец держу блин очень жалко кормлю как положено все это и все это выходит в копеечку и выгодно лучше крылья крес либо корову либо бычки бычки да хорошо вытаскивать хорошо помогает так что принципе по технике рассказал всем пока подписывайтесь на канал пишите свои комментарии как чего что и почем ладно пока